Спонсор программы «Место происшествия» Ломбард Титан. Ломбард Титан. Продажа качественной БУ техники. Огромный ассортимент. Прием бытовой техники на комиссию. Индивидуальный подход. Воровского 133. Телефон 78 15 26. Кировский областной суд вынес приговор в отношении мутнинского поджигателя Александра Криулина. В августе этого года он заживо сжег свою 21-летнюю подругу. Перед этим обвиняемый избил ее, а затем облил бензином и поджег. В итоге дом, где все происходило, сгорел полностью. Внутри обнаружили тело потерпевшей. Спустя несколько месяцев после убийства обвиняемый на камеру рассказал подробности происшествия, а 21 декабря этого года ему вынесли приговор. Обгоревший дом почти замело снегом. Впрочем, среди завалов после пожара еще видно очертания комнаты, где произошло убийство. В этом доме хозяевами были погибшая Юлия Корнева и ее отец Игорь. Вечер перед убийством Александр крепко выпил. Ушел на рыбалку и не вернулся ночевать. Проснувшись утром, девушка приревновала его и устроила скандал. В ответ мужчина решил успокоить ее кулаками. Впрочем, по данным следствия, обвиняемый нанес потерпевшей не менее 10 ударов по лицу и телу. Надо сказать, Криулин на тот момент был женат, имел ребенка, но супруга бросила его. После того, как он избил ее и угрожал убийством. За эти преступления его осудили, но на этот раз он перешел все границы. Взял канистру с бензином и стал обливать Юлию. Откутил крышку, ну, плеснул так. В этот момент в доме были знакомые Юлии. Это Ольга и Эдуард, а также отец Юлии – Игорь Корнев. Мужчина был в шоке от увиденного и пытался остановить Александра. Я поворачиваюсь, он вот так вот стоит тут. А где он стоит? А можете показать? Вот тут, вот на моем месте. Так. А Юля вот тут сидел на диване, на краешке тут. Он вот так вот плевает на нее. Я говорю, Сань, ты что, успокойся? Он так, типа я шучу, что ты, успокойся. Но шутки закончились, когда Криулин достал зажигалку и поджег подругу. Вот так вот он встал. Он сидел уже, бензин закончился, канистру, видимо, бросил еще. А дочь ваша где находилась в это время? Там же она и сидела тут же, на диване вот тут. Вместе с девушкой вспыхнула вся комната, а потом и дом. По словам отца погибшей, он пытался спасти дочь. Он бросился на помощь, но тут же получил ожоги. Пластиковая потолочная плитка начала плавиться и обожгла спину Игорю. Ожоги получил и виновник происшествия Александр. У него обгорели грудь и ноги. Хуболку-то, хуболку скинул, сорвал с себя ее. И штаны тоже горели. Женцы тоже сорвал, ну, снял с себя их. И выгружил в огород, там вода была, облился водой. С места происшествия Криулин попытался скрыться, но от полученных ожогов потерял сознание и упал. Впоследствии он был госпитализирован. Следственный комитет предъявил мужчине обвинение по двум статьям. Это убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом и поджог. Следствием была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем данное уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу. В суде Криулин вину признал частично. Он не отрицал, что облил Юлю бензином, но утверждал, что не поджигал. Осужденный выдвинул несколько версий поджога. Якобы потерпевшая сама чиркнула зажигалкой или в момент конфликта заискрилась проводка. Так Криулин хотел оправдать себя и избежать нового срока. Ранее неоднократно судим Криулин был, но на момент совершения преступлений имел только одну непогашенную судимость, которая отбывал тоже в местах лишения свободы наказания за истязание и за побои своей жене предыдущей. То есть это уже по существу характеризует его как личность. Кроме того, характеризуется достаточно отрицательно, как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками. В свои 31 год он нигде не работал, что по существу и привело к совершению данного преступления. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства. Это малолетняя дочь Криулина, а также тот факт, что осужденный пытался спасти потерпевшую из горящего дома. Отягчающим обстоятельством стало алкогольное опьянение. По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Криулину Александру Сергеевичу наказание 16 лет лишения свободы. С ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Также осужденному придется выплатить материальный ущерб отцу погибшей Игорю Корневу. Его дом сгорел и сейчас мужчине негде жить. Периодически ему помогают сестра и брат. Суд удовлетворил иск в 647 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, осужденный может его обжаловать. Михаил Вагин, место происшествия.